Среди фотографий с вечеринок снимки с учениками. В Екатеринбурге учительницу уволили из коррекционной школы за аморальное поведение. Возмущение руководства вызвали посты на личной странице педагога в соцсети. Есть ли шансы вернуться на работу и восстановить репутацию, разбиралась Анастасия Хлевная. Вот я сижу, вот этот пост тоже, вот это фото, вот оно. Вечер с подругой за коктейлем сыгрался Левтина Сергеева злую шутку, как и снимки в окружении учеников. Посты в соцсети возмутили руководство коррекционной школы. Учителя со скандалом уволили по статье за аморальное поведение. Увольнение по этой статье, оно не даёт мне возможность продолжать дальше работу вообще в педагогической области. А так как я другого, к сожалению, пока не умею делать, то для меня дороги-то закрытые. Педагог проработала в школе-интернате 4 года. Два раза в неделю по собственной инициативе она возила детей на экскурсии. Там и сделаны снимки. Конфликт начался после того, как мама одного из учеников заявила. Она не давала согласия на размещение в сети фото своего ребёнка. Против Левтины Сергеевой сыграло и то, что под фотографиями она описала про особенности своих учеников. В частности, про их девиатное поведение. По словам директора коррекционной школы, у педагога были шансы остаться на работе. Если бы учитель пошёл на встречу, удалил бы фотографии, удалил бы посты, всего бы этого удалось бы избежать. И конфликтной бы ситуации не было, она была бы исчерпана. По словам юриста, понятие «аморальный поступок» в Трудовом кодексе чётко не разъясняется. И женщина в суде может доказать, что уволили её незаконно. Если это публичное место, то любой гражданин имеет право фотографировать. Дети, они же находятся в публичном месте, родители их отпустили. В принципе, то, что идёт фотографирование, они знали и предполагали о том, что в таких местах часто фотографируются именно на память. После увольнения Левтина Сергеева продолжает вести страницу в соцсети. Правда, доступ к ней ограничила. В ожидании суда педагог встаёт на учёт в службе занятости. Специалисты предупредили, рассчитывать она может только на минимальное пособие – полторы тысячи рублей.